всем привет еще раз я меня зовут никита я работаю в цельсию и доклад хочу рассказать про обучение 1 кросс разметки продолжить кое-что что рассказывал до меня почему выбрали такой доклад по роду своей деятельности данными не просто на них учимся организуем организации просто разметки и оценки и так далее вот что касается темы плана моего доклада я сначала расскажу зачем мы вообще используем метки какие сложности с ней в работе появляются потом расскажу про наши эксперименты то есть как мы решили оценивать модели которые будем на нее обучать и собственно это какие эксперименты ставили что из этого получилось называть области но и говорить какая это область вот и первый эксперимент сейчас эксперимент мы ставили на юнете с 20 классами и в этом общем есть свои сложности во всем повторят по порядку прежде чем обучать модели мы сначала организовали процесс сбора данных нам нужна была именно кросс разметка и причина этого кроется в специфике медицинской медицинской сферы и изображений которые популярны ну во первых начнем с того что регент снимок это очень сложно читаемый снимок он получается путем наложения разных теней друг на друга и поэтому какой-то объект который представляет для вас интерес он выглядит очень ну не четко непонятно вот так далее при конкретно разметка данных усложняется из-за того что врач смотря только на снимок не может принять точное решение что за патологию он видит какому классу она относится вообще есть ли там патология для для того чтобы ему помочь ему нужны анализы какие-то пациента канамность пациента хотя бы просто посмотреть сколько ему лет какая температура как он себя чувствует кроме того довольно сложно найти такого разметчика который бы размечал на грамм трусы потому что у каждого свой бэкграунд учились в университете каком-то определенном где есть своя специфика обучение у всех разный профессиональный опыт кто-то умеет размечать хорошо фиброзы какие-то кто-то только по зачаткам туберкулеза может что-то сказать с уверенностью вот и все это приводит к тому что каким-то образом нам нужно при всем при этом достигать достаточно обобщающей способности модели вроде бы кросс разметка этому может помочь потому что мы видим больше мнений про то что находится на на одном снимке кроме того кросс разметка может позволить выявить какие-то закономерности в разметке каждого рентгенолога можем анализировать то как люди размечают врачи размечают данные смотреть несоответствие и из-за этого как-то оценивать разметчиков и даже принимать решение хотим ли мы с ним работать дальше или нет вот ну а также анализ кросс разметки непременно приведет к тому что вы увидите какие ошибки допускают разметчики сравнивать между собой может быть вам нужно будет улучшать инструкцию на основе этого может быть вообще как-то кардинально пересмотреть процедуру организации кросс разметки и так прежде чем переходить к экспериментам мы организовали сбор кросс разметки мы написали инструкцию что нам нужны такие-то классы их нужно прям так-то размечать вот вам инструмент мы собрали пак отослали его врачам через некоторое время он нам вернулся и там было примерно вот это то есть мало того что один человек пропустил столько областей но в сравнении с другим непонятно прав ли 2 но скорее сюда то еще и объекты которые образ метели они размечены совершенно по-разному таких случаев было очень много не согласие несогласие несогласованность разметки касалась как просто технических ошибок когда кто-то в ней брежно размечал такие различия мнений или там компетенций поэтому мы собрали различные случаи часто повторяющиеся таких конфликтов и на основе них улучшили инструкцию для разметчиков она стала более подробной покрывается довольно много это краевых случаев и мы точно также собрали данные отправили разметчиком и получили потом вот это а очень классная разметка но кроме этой мы получили еще и вот это а это вроде бы то еще мы начинали его то чего хочется как-то преодолевать научиться в общем отличие сравнение с первой итерации оказалось в том что разметчики гораздо лучше выделяют объекты гораздо аккуратнее и эффективно то есть ты смотришь на разметку это видишь что человек старался но области они различают разные те области которые разметили оба они размечают разными классами то есть налицо какие-то в общем разные мнения врачей то что разметка делается аккуратно а что делать мы спросили у эксперта как он оценивает такую разметку и в целом эксперт не был согласен ни с кем из разметчиков то есть мы получили еще одно мнение то есть кроме ты вместо того чтобы как-то улучшить вот эту вот ситуацию с конфликтами мы ее только ухудшили можно сказать ну то есть мы бы увидели то что все еще сложнее вообще создание инструкции ну как у нас пошла еще одна итерация разметки с обновленной инструкции и инструкции для создания инструкции обновления это итеративный процесс потому что вы не можете предусмотреть всех классов сразу и по моему вас меняются требования а еще довольно сложно а еще сложность усугубляется тем то что ну вот например рассмотрим этот случай это один и тот же снимок размечен одними тем же разметчиком в разное время и то есть он не согласился с собой двухмесячной давностью и в формах локализации в классах то есть конфликтов кажется много и никакими рулбуками не избежать какую-то статистику мы читали по последнему паку и оказалось то что по всем классам ну кроме совсем редкий процент согласия не превышает 46 здесь написано но в основном даже меньше времени 30 находится поэтому мы решили сконцентрироваться на методах которые позволят нам работать с такой разметкой как-то преодолевать эти вот конфликтные ситуации но для начала как как мы будем оценивать эти модели и эксперименты которые будем тестировать а во первых мы отобрали тестовый датасет который тоже был размечен кросс разметка несколькими врачами а дело в том что получить верифицированные исследования очень сложно верифицированные исследования такие где была произвести произведен был какой-то серьезный анализ на биопсия еще или еще что то такое они очень дорогие и сложно доступны и поэтому работаем с тем что есть и для избегания их-то негативных эффектов связанных конфликтами и в этом таки тоже мы решили метрики считать в двух режимах во-первых вы считали до ближайшей разметки то есть как бы соглашаясь хоть пытаясь согласиться хоть с кем-то то есть если мы согласны хоть с кем-то то это уже хорошо без учета остальных разметчиков и второй режим это средняя разметка нужно посмотреть хотя бы как чтобы иметь лучшее понимание этого что у нас за данные заме за модели а что касается самих метрик это конечно же пропиксельные метрики однако в них есть недостаток в нашей задачи который заключается в том то что точно локализовывать область в медицине кажется не нужно то есть если есть какой-то объект мы можем отметить часть него и врачу этого будет достаточно а такие а тот же дайс будет очень низок на таком примере поэтому мы написали свои метрики по объектные вот например здесь на слайде слева приведена маска предсказанная а справа приведена маска разметчика здесь не боксы ну сути это не меняет что за счет по объектной метрики каждую отдельную аннотацию в ground руси мы считаем отдельным объектом вот в данном случае их 3 и для каждой аннотации мы смотрим с каким-то небольшим порогом перекрывается ли она указанной маской если да то мы считаем что что этот объект распознан и все хорошо данном случае recall две трети потому что вот есть пропущенный объект а еще метрика которую мы решили посчитать для сравнения схожести предсказаний к размеру ground русу это скрипт он distance смысл его в том чтобы найти средние точки объекта и и извините и посчитать дистанцию духа между двумя объектами ориентируясь только на эти точки вот например здесь на слайде приведены три примера например верхний пример большие маски обе и предсказанная слева и грунтуру справа вот там нарисованные скелетоны к сожалению даже не знаю видно ли это сейчас у вас на трансляции но самое главное там есть скелетоны и мы чтобы посчитать дистанцию мы считаем дистанцию от каждой точки первого скелетона до каждой точки второго скелетона а это позволяет нам избежать тех случаев когда локализация по примерно совпало но у них совершенно разные формы одна например вертикальная другая горизонтальная скелетон на distance в этом случае будет маленьким потому что расстояние между этих скелетоном будет маленьким вот например на картинке самой нижней там предсказанной маски довольно большие последние с грамотусами и расстояние между скелетонами будет довольно высокие вот смысл этой метрики такой дальше что касается экспериментов во первых мы разработали мы сформулировали требования к экспериментам то есть эксперимент нам нужно ставить считается успешно такой который прошел визуальное тестирование метрики метриками на визуальное тестирование компьютерное зрение не отметишь но если маски выдаются какие-то странные то какой смысл в этих масках во вторых не хотелось ставить эксперименты которые казались очень интересными или кастомные архитектурные эксперименты но и требовали очень больших усилий для реализации но скорее всего не то чтобы очень сильно повысили метрики а но еще как всегда заказчик требует быстро выложить результаты экспериментов поэтому 1 недельная реализация а первый эксперимент который мы хотели поставить точнее 1 гипотеза который мы хотели проверить а он нам нужно ответить на вопрос является ли кросс разметка полезной просто может быть что она не является такой нам вообще не нужно с этим заморачиваться нужно анализировать и давать всегда все одному врачу для этого мы поставили вот такой эксперимент мы взяли n данных и которые были размечены кросс разметкой двумя врачами и обучили на этом модель а вторую модель увеличил обучили на объеме данных два раза больше только кросс разметки там не было различие метрик если вы получите если получается в таком эксперименте очень низкие низкое различие метрик то кажется это что хватит то что достаточно просто размечать все данные одним разметчиком у нас результаты эксперимента показали то что кросс разметка все-таки лучше класс предсказывается чуть лучше и маски красивее поэтому мы продолжили работать с кросс разметкой первый эксперимент после следующий эксперимент мы поставили на всех класса который был этот 20 классов мы тела и был сегментация и ничего не у него не обучилось конечно же или точнее почему конечно же а дело в том что классы очень друг на друга похожи и и в принципе на каждый класс не так много примеров и в общем дошло до того что а пороги по всем метрикам были в районе нуля и у нас ничего не предсказывалось поэтому мы решили объединить некоторые классы а при анализе разметки всегда важно кросс разметки всегда важно уделять внимание обращать внимание на то сколько конфликтных классов у вас получать что это за классы то есть конфликтные классы такие которые примерно совпадают по локализации и вот один размещик размещает один класс 2 другой можно построить матрица смежности 2 до 2 разметчиков по классам и посмотреть нет ли какого-то там класса который объединяет все остальные на основе пересечения между классами то есть количество конфликтов можно составить создать группы классов которые будут скорее всего похожи по визуально таким образом перейти от большого количества похожих друг на друга класса к группам так называемым супер классом все остальные эксперименты мы ставили именно в таком режиме а ну и что касается дальнейших экспериментов ну мы пошли от по наращиванию сложности для начала взяли и каждую разметку использовали использовали как отдельное наблюдение то есть максимально просто нет гарантии что этот эксперимент будет хорош но принципе нет гарантии что он будет плохо а бейзлайн нам нужен всегда чтобы как минимум сравнить следующие эксперименты с ним второй эксперимент тоже такой же такой же по принципиально мы просто взяли объединили все маски по разметчикам и получили и отошли от кросс разметки к объединенным маскам все тоже очень просто очень быстро и почему бы нет дальше мы решили то еще чуть поиграть с масками и нашли и вот кто-то предложил метод как бы адаптацию лейбл смузинга для сегментации лейбл смузинг изначально был введен для классификации его смысл в том чтобы немножко размазать лейблы например чтобы у вас вместо единички было бы что-то вроде там 0.99 ну что-то такое смысл в том что при таких лейблах штраф при использовании кросс энтропии как в принципе теперь штраф будет минимальным штраф будет меньше и сеть будет более устойчиво обучаться а адаптация лейбл смузинга для масок представляет собой следующее это сначала размытие контуров маски гауссовым ведром а затем усреднение по каждому разметчику то есть сначала мы избавляемся от некоторого шума от острых краев маски затем мы как бы учитываем вот эту неуверенность разметчиков в том что это за класс просто раз образ метели разные в одном месте то скорее всего там что-то нечисто а затем мы поставили эксперимент когда считали лосс до ближайшего разметчика займем oracle set loss то есть мы точнее мы считали лосс по каждому разметчику а обратное распространение ошибки делали по ближайшему разметчику то есть по той маски с которой а вот был меньше интуиция здесь в том что в тех примерах в том граундрусе с которым лосс больше возможно что то не так с лейблами может быть разметчик ошибся и решил отметить не тот класс а может быть он просто какой-то странный еще один эксперимент который мы поставили это эксперимент где мы создали по отдельной сегментационной голове для каждого разметчика сегментационная голова это часть последних слоев сегментатора интуиция в том что вот у нас есть единый фичер экстрактор низкоуровневый а какие-то высокоуровневые признаки по типу особенности разметчика размечать будут обрабатываться на уровне этих голов минус этого метода в том что нужно подбирать способ агрегации предиктов на инференсе но начать можно самого простого брать максимум или среднее и итак результаты оказалось по метрикам а это 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 дайс это разные по объектные метрики в первую очередь рекол это некоторые некоторое некоторое роде субъект субъективная оценка потому что мы смотрели на маски и в некоторых моделях они были лучше просто объединить разметку гораздо не гораздо а кажется более хорошим способом чем другие по метрикам а лейбл смузинг отстает недалеко затем уже идут каждая аннотация как отдельное наблюдение что странно ораку сход флос последний отдельные сегментационные головы хочется посмотреть но они еще не доучились к сожалению поэтому здесь пустой ну в общем они не учитываются в рейтинге ну и что касается результатов выводов которые мы можем совету которые мы можем дать во первых уделять всегда очень много внимания инструкции для разметки данных потому что если в инструкции будет что-то непонятные для разметчиков или будут какие-то не проговоренные да не проработанный вариант примеры то скорее всего это вам лукнется в плохом качестве разметки можно анализировать матрицы смертности разметчиков потому что особенно в том случае когда у вас классов много скорее всего обучение будет очень плохо и агрегировать эти классы кажется хорошей идеей на основе этой агрегации можно вводить какой-нибудь иерархический лосс варианты есть еще один из и самое главное тоже ставить эксперименты и рассказывать их на датафесте вот спасибо за внимание может быть у вас есть такие же проблемы с кросс разметкой и в этом случае надеюсь что мой доклад никита был вам полезен и и